Значит, я сегодня поговорю о некой когнитивной развилке, которой проскочило человечество на примере так называемых людей-счетчиках. То есть людей, которые умеют с большой скоростью учислять всевозможного рода математические операции. Почему она когнитивная развилка? Ну потому что нам сейчас, например, вот эти способности совершенно не нужны, поскольку есть калькулятор, который считает лучше и более эффективно. Но не всегда это было так, и история людей-счетчиков, по большому счету, носят легендарный характер в более ранние периоды, про каких-то древнегреков говорят. Говорят, что легендарный Фибоначчи тоже был таким человеком-счетчиком, то есть очень быстро я считал. Ну насколько быстро, это непонятно. Но реально эта история начинается с XVIII века, и я вам сначала расскажу, какими способностями люди обладали. Ну вот, например, наиболее известный из них – это Джордж Паркер Битдах. Он жил в 1806-1878 году. Вот, например, те цифры, которых и надо было, он мог запомнить, умножить за шесть минут между собой, узлом. И одновременно он запоминал 43 числа. Девятизначные? Да, девятизначные. Но теоретически он тоже не очень особо выдающийся, если думаю, очень хорошо. А он нажал по правилам или как он делает? Значит, он исключительно бедной семьи, и он научился узнавать, умножать эти числа, да еще по времени научился читать, и понял самое главное, как они пишутся. Потом он говорил, что это является важнейшим принципом его метода. Значит, чем он особо знаменит? Потому что он где-то в середине 19 века сделал цикл лекций, где он рассказывал о своих способностях некоторых. И на этом основании большие психологи, а тогда люди почему-то этим интересовались в конце 19 века, они пытались это дело обобщить. Ну, например, вот такая Шаунтала Деви. Она, значит, родилась в 1939 году. Значит, число 210 цифр. Значит, из него надо было извлечить степень 21. Вот, это, ну, представляете, да, сложность? 210 цифр, из него корень 21 степень. Такая вот вещь. А она метод, ты как выбрала? Расклад его в ряд, что ли? Нет, она точно это делала, абсолютно. Значит, мне на это дело требовалось 28 секунд. А как это возможно? Значит, она 13-значное число умножала на 13-значное число, да, представляете, тоже за порядка нескольких десятков секунд. Вот Вильям Клейн, 1912-1986 год. Это практически наша семья с этим. Значит, она брала 210 чисел, да? Он брал 500-значное число. 500-значное, представляете, ему дают эти. Значит, извлекал из него 73 степень. Занимало этого 2 минуты 43 секунды. Вот такая вот вещь. Он сначала должен был запомнить это? Да, да, да. Сначала ему должны это было ввести информацию. По всей видимости, операцию он делал мгновенно, как компьютер, а все остальное – это работа интерфейса. Не, ну а, извините, он по правилам, которые в школе научили, это делал? Нет, сейчас. Значит, он интересно, что он 58-го года работал в Европейской ассоциации ядерных исследований, занимался для них расчетом. Потом переехал в Амстердам, а в Голландии мало кого убивают. Вот его убили. Уже достаточно страшно, он был зарезан, собственно, на этом штуке. Значит, на сегодняшний день проводятся чемпионаты, есть такой молодой человек, Альберто Котто-Гарсия, потому что он с 72-го года рождения. Значит, он восьмизначное число, умножает 18 число за 8 минут 25 секунд. И складывает два стозначных числа за 19 секунд. Значит, дальше, Даниэл Маккартни, значит, кто-то слепой. Но он ничего особоного не делает, он, например, корень третьей степени из числа 474 тысячи. Значит, напишу его, чтобы был эксперимент какой-то, чтобы было понятно, что он делает такого. Он, например, корень третьей степени извлекает из вот такого числа 4, 7, 4, 1, 6, 3, 2. Значит, это порядка 10 минут у него занимает. Это тоже 10 минут, например, 86 в шестую степень извести, тоже порядка 10 минут. То есть он работает относительно истинно. Училие Лютона, Джона Валес, да? Значит, он устно делал такие вот операции, допустим, совершенно. Он тут двойка на 2, на 10, в 24-й степени. Но он об этом только писал, его электрот-секундомером, конечно, не стоял. Вот. Или извлекал квадратный корень из 53 цифр здесь, да? Это не 53, а 53 цифры. То есть 2 на 10, это 24-й, это количество цифр? Да. Просто 2 на 10, 24-й. Количество цифр? Нет, 2 на 10, 24-й. 2 на 10, 24-й. Просто число такое. 10 на 24-й, 2, и он из него квадратный корень извлекал. Так а что тут извлекать нам? Да. Здесь 10 в 12-й нагло. Видимо, там порядок числа. Да, это вовременно, это дело, да. 10, 24-й, это не порядок числа. Да, 10, это, я ошибся, да. Для порядок числа, да, 10, 24-й. Значит, вот, дальше. Жак Инори на сегодняшний день. Он, значит, жил в 19-м веке. Он выходил скорее из Италии, из Южной. Ну, был, его хотели взять в качестве учетчика во все вактория, но не взяли. Вот. Не взяли по той простой причине, что его, значит, сказали, что ему было развиваться лучше так. И он после этого выступал, что называется, в цирке. Практически все они выступали в цирке, это главная профессия была. Значит, такое Бене Альфред, это французский психолог, он говорил о ней следующие вещи. Ну, во-первых, все они выходцы из крайне бедных семей, практически нищие, бедные. Значит, они учатся всему этим делом заниматься примерно 8 лет. И очень важно, допущение счета и письма. Кроме того, значит, они этим делом очень поглощены и постоянно упражняются. Ну, например, известно, что Эйлер был подобного рода счетчиком в молодости, а потом у него эти способности пропали куда-то. Я когда-нибудь сделаю у него передачу, я хочу утверждать, что так как он обращался к функции Риммана, это мог делать только выдающийся счетчик. По-другому делу нельзя. Хотя я предлагаю более интересную вещь. Так, подожди, Эйлер не мог обращаться с функцией Риммана. И тем не менее, это так. Потому что Римман жил позже. И тем не менее, это так. То есть он записан на функции Риммана в качестве интеграла, а Римман ее писал в качестве обобщения ее на комплексную площадь. В том числе, этот метод, наш любимый с вами, и все метод взятия интегралов по вычетам позволял Римману с ней оперировать так, как получать те результаты, которые Эйлер, не зная о комплексных числах, ничего, уже умел до этого. Я просто об этом когда-нибудь расскажу. Значит, существует... Я ни одной научной статьи это не видел. Но я хочу заметить, что существовали подобного рода проблемы, как поместить человека-счетчика в МРТ. Результат. Значит, у них активизируется, когда они считают, та часть мозга, которая отвечает за моторные функции. То есть не как у нас обычных людей, у которых работает кора головного мозга. Поэтому этот результат для них сдается так. Они себе ставят задачу какую-то, и после этого им что-то предлагают уже готовый ответ. То есть они об этом не знают. Без исключения вот этих, которые там кубические корни считали. Этому можно научиться. В этом нет ничего сложного. Угоден, что человек был слепым. Ну вот, такие вот вещи. Вот, значит, следующее. И очень важен вот этот результат, который заметит, что они этому научились до того, как узнали, как пользоваться, как записываются цифры. Значит, получается, следующая вещь. Почему я говорю про когнитивную развилку? Почему я здесь использую людей-счетчиков? На самом деле существует большое количество людей с возможного рода вот такими аномалиями. Есть люди-саванты. То есть люди, обладающие какими-то странными эффектами психики. Но очень многие из них обладают при этом, скажем, структурами нарушения головного мозга. У одних, так скажем, отсутствует мозолистая дело. То есть у них левое и правое, правое, правое шарик обедены в одно. У других отсутствует мужичок или что-либо еще. Но вот эти люди, о которых я говорил, они по большому счету почти все нормальные. Значит, Бидер после того получил образование, стал инженером достаточно рано, по тем временам 28 лет, и даже разбогател на этой почве. Или, например, вот тот же самый Клейн, Вильям Клейн, он работал в Европейской Ассоциации иодерных исследований. Хочется заметить, что подобного рода вещи были востребованы для появления компьютеров. Например, известный физик Гамов, наш, уехавший потом в Америку, он работал счетчиком здесь, в Пулковской обсерватории. Но говорят, что он плохо работал, потому что говорят, что до конца жизни он плохо складывал, делил, решал квадратное уравнение и так далее. Ну, так относительно для человека-счетчика. Мы видим странную когнитивную развилку. И мир пошел по поводу технологий, вычисления, вот здесь, скажем, получается. Такая когнитивная развилка, вот это, в своей празднике. Но, с другой стороны, если бы он пошел по пути развития психологических и вот других таких методов, в первую очередь и педагогических, то вполне возможно, можно было бы научиться, каким образом ставить и обучать людей подобного рода способностям с самого начала. Ну, представьте себе, что какой-то процент людей, скажем, в один процент, можно было вот ставить вот такой аппарат, который там был у бидера, то есть когда люди мгновенно делали очень сложные вычисления. И тогда очень многие задачи, как мы их встречаем с помощью калькуляторов, то есть технологическим способом, а здесь у тебя был бы специальный человек. С этим даже удобно работать. Тебе есть сложная задача, ты ему уже сообщаешь, не надо ее никуда набирать. И он тебе готовый ответ. С этой темой людей-счетчиков возможно и другая ситуация, людей так называемых билингра. Это люди, которые с детства говорят на языках, по возможности двух очень разных. То же основание, анализ МРТ. Как вот нормальный человек, который может выучить человек, учит, скажем, иностранный язык. Он учит его предпосредством своего языка. И если мы его посмотрим, активизируем, когда он пользуется чужим языком, то у него функционирует та же область головного мозга, которая отвечает за его родной язык. Тоже языковый центр. У билингра наоборот. У билингра два языковых центра. То есть у него камни один и два между собой. Принципиально. С самого начала, как бы, у него есть два источника. Существовали несчастные случаи. Один из них произошел в Израиле, когда человек говорил на еврике и на арабском. И вот он в результате несчастного случая, у него вот этот результат оказался разрушен. Вот тогда действительно на одном языке не помню. Ну, по-моему, на арабском перестал говорить, он в другом языке говорил. Опять оказывается ситуация. Как нас готовит образование? Образование готовит нас так, как лучше. Мы учим один язык через другой. Как должны быть готовить настоящее образование, которое должно? Оно должно учить нас так, как учит ребенок. То есть, без последствия какого-то языка. Вот Парибак, если я его правильно понимаю, он на основании йоги, своей любимой, разработал. Он кучу языков знает. Такую вот методику специальную, чтобы снять, как выражаются, языковые одежды нашего родного языка, то есть русской речи. То есть, учить язык, а по следу его, скажем, русским языком. Но не знаю, насколько это успешно. Ну, я, если честно, часто как английский учу, и когда я занимался греческим, это агреческий учеб. То есть, я пытаюсь считать на греческом, не переводя себя на русский. Ну, все равно. На самом деле, есть успех, реально. Вот есть успех. То есть, ты начинаешь песни, вот я начал понимать песни. Ну, а как у тебя произношение? Нет, произношение-то понятно. Я начал понимать английские песни, которые никогда не могут попозить. Я начал понимать, о чем поют люди. Языковые одежды русские, даже произношение с них не удастся. Но это я об этом говорю, что вот эта развилка, она какая-то вот состояла. То есть, когда мы начали пользоваться технологическими методами решения, то есть, в простой машинной инженерии дело пошло. И где там гуляли вот эти выдающиеся психологи, гениальные, выдающиеся педагоги, по всей видимости, нам этого не произошло. Которые эти отдельно получившие еще случайные результаты, должны были усвоить и их закрепить. То есть, представляете себе, если говорить о ситуации процессора, то есть как бы один процессор, который обслуживает все наши операции. А теперь, представляете, у него в компании работают еще специально специфицированные процессоры, которые отвечают за другой иностранный язык, за дикую способность еще чего-то. То есть, вот эта самая когнитивная развилка, о которой я говорю, она не стала фактом. Но это не означает, что кто-то из выдающихся психологов или педагогов... Это вот настоящая задача педагога. Не просто там воспитать нового гражданина, а вот сделать его вот таким. То есть, принципиально другим. Ну, не так все безоблачно, как ты думаешь, потому что моя мама, она как раз билингва, она знает татарский, запируется. И какие-то вещи она может делать только на татарском. Присчитать она может только на татарском. Считать? Считать. Складывать и так далее. Какие-то только на русском можете. Да. И это на самом деле... И это естественно. Это естественно. Вот ее потому что, вот оно сознание. Вот ее. Где у нее татарский язык стоит. Причем иногда она... А рядом с собой стоит, да? Она мне что-то объясняет, ты говоришь, я не знаю, как это на русском. На татарском это вот так вот. И наоборот бывает, что как на татарском переводе? Я что-то не знаю, как на татарском. Да, вот такие проблемы. Потому что у нее на самом деле предметы, они не... Каждый предмет, он... Не так, что предметы к нему привязаны слова, соответственно, татарский на русском. А у него есть предмет, к нему привязано, в смысле, русское слово. А татарского не привязано. Ему надо специально искать, чтобы найти... Ну вот да, типичная ситуация. Ситуация двух... В Амира, как бы она. Двух центров. Но как вот эту способность активизировать, это понятно. То есть вот смотрите, как очень интересно получилось. Вот с этим, с Бадаром, с кем-то. С ним жестоко обошлась судьба. И там был Фуллер, такой негр в Америке. Ну, он тоже обладал высокими коллективными способностями, но тогда для американцев было традиционно, что большинство умело считать только от 20-ти. То есть для первой половины 18-го века. А до рабам им просто было запрещено любое образование. Он был рабом, и этому делу научился, как бы так. Вот. Это тоже особый случай. Ну и, казалось бы, совершенно не... С ними ужасно обошлась судьба. То есть их никто не говорил, как у них написаны цифры, что их никто не обучал. как у них пишут буквами слова и всякое прочее. И тем не менее, они, добравшись до счета, начали как-то активизировать и усваивать его на принципиально другом смысле. То есть они перешли на качественное другое обращение с цифрами. Вот. На качественное обращение. И вот возникли вот такие феномены. Это не похоже на то, что, ну, если веришься, не знаю, верить этому или не верить, но якобы древние юреи знали то равно изусть. Ну, то есть это не было достаточно массовое явление было, потому что, когда было утеряно, да, вот первоисточники, они там вспоминали по памяти. Да, если более интересно, чем то, наизусть, например, в современном это при ляду хочу сказать. Значит, Гомеры, Ляду и Дисею считали, что первые три века традиция передавалась исключительно устно от Павтухани. Но не верю. Нет, ну вот ты говоришь, не верю. Ты веришь почему-то, что математически... Потому что это задокументировано. Это задокументировано. Я понимаю, они нас удивляют. Но в каком-то смысле есть такая память, которая помнит какой-то длинный очень текст, этот целый книж, наизусть. То есть слово за словом. Нет, это потенциально... Такая память существует у савантов. Это очень распространенная вещь. Но это люди, которые помнят в любой момент все, что с ними происходит. Вот, например, вот этот самый человек, вот этот слепой, которым его... Даниил Маккортник, который кубический корень здесь извлекал, и 86-6 степен здесь мне позволяет. Он обладает, например, такой сверхъестественной памяти. Когда вы человеку говорите, а что произошло в 1953 году, 3 июня, там, в 19 часов. Он тебя точно воспроизводит. Потому что я уже об этом многократно говорил, тут психология, на случай, что память, это не искусство полного. Память, это искусство забывания. Для большинства из них есть следующая проблема. Они должны, как на однодорожном магнитофоне, отматывать все события свои назад. То есть он садится, ты ему говоришь, и вот он сейчас сидит, думает, а потом он производит все это. Все это вещи. Такие вещи есть. Обычно для людей с тяжелыми поражениями нервной системы, да. Вот они с ними обладают. И не очень сильными, как известный фильм с Дастином Хоффни и тому образом. Так, слушай, может быть, это действительно просто вот все эти замечательные феномены это всего лишь органические аномалии. Да вот это похоже. Невозможная полозличная развилка какая-то. Я тоже не вижу никакой полозличный нефотографический даже. Зачем этому учить? Когда у человека такие особенности, он асоциален. А педагогика должна отректироваться. Нет, почему же. Ида, и Деви, и Клейн они не были асоциальными. А поэтому специально взяли счетчиков, которые отличаются от этого, от савантов. Нет, есть некое эволюционирование. Можно эволюционирование пустить по одному пути, можно по другому. По механическому, как вот сейчас. Всегда же есть люди, которые обладают какими-то выдающимися способностями с точки зрения. Я не думаю, что она эволюционная. Я это понимаю, но общество могло бы их сохранить с целью, может быть, как-то... Нет, Игорь говорит, что общество могло пойти по этому пути. Да, могло бы. И оно сейчас это возможности. Потому что наверняка есть какие-то другие возможности. Вот им хорошо, они по счастливу все выступали в цирке. Мы людям показывали фокусы. Они были востребованы обществом в этом смысле. Ну, как сейчас надо даже... Как их проверить, что они не востребованы. Ну, в Казах проверяли, что правили. Ну, нет, были и... Которые исследователи... Хотя только это спросить, как проверяли, что правили. Кто-то, наверное, столбиков считал долго? Может, здесь надо применить красные огни, там, или как там называется? Когда проверяют, что там все... Я не знаю, как они... Ну, проверяли как-то. Ну, это случайно. А, таблицы были какие-то? Вот этот, например, вот этот Гарсия, там проводится... Он просто чемпион мира, по основному счету, проводит соревнования. А не волнуй так, что он просто... Есть же, знаешь, это очень хорошая память, люди из листа запоминают мгновенно. Вот это они все запоминают. Может быть, он таблицы Брадиса запомнил? Ну, я не знаю, где есть такие таблицы Брадиса, из 20-ти 10-ти... Нет, ну, есть таблицы Брадиса, там все подряд есть, там все вычислено, как бы, да... Раньше использовали их, но не все, конечно, чтобы... Там такого-то знака, только 13... Нет, Аркадий Александр, ты можешь и прав, может быть, на самом деле, это тяжелое органическое поражение как раз наследствует... роль психологов и педагогов нас состоит в репрессивной функции. Да, и не всегда ищет виноватый. Да, что когда ты увидишь, что у тебя такой чувак вот куда-то туда пошел, и взял его на верный путь. Ты его взял и исправил. Нужно делать норму. Вот так, он сидит, как сумасшедший, сидит вот такой весь, глаза эти сидит, с утра до вечера цифры перемножает. Ну, они же манерки, как правило, особенно в детстве. И учить человек марки собирать с утра до вечера тоже манерки? Да. Зачем будем заниматься этим? Да, но может быть, вполне возможно, что эта функция возможна. Сейчас Google Translate очень сильно развивается, в том числе голосовой набор, голосовое восприятие денег, поэтому вполне возможно, что очень скоро, может, скажем, через 10 лет, компетенция знания иностранного языка перестанет быть в честь этой компетенции. Ну, как вот для нас, компетенция охотника, которому там 100 лет назад все наши предки обладали, она несущественна. Да? Она вот несущественна, эта компетенция. У нас есть другие компетенции. Попадает сейчас тихонечко компетенция, очень важная для людей, там, 10 лет назад еще существовать, писать это вот... Это шкафтар какой-то. Прямо все пишут уже на клавиатуре. Пытаешься где-то написать. И ты так, это компетенция исчезает. Так что, может быть, это действительно так. Но, с другой стороны, этот эксперимент был очень важно поставить. Там же можно инсталлировать на человека и не только такое еду. Можно инсталлировать было какие-то и другие ядра. Может быть, достаточно полезные. Вот. У меня идея, конечно, что это все-таки что-то архаичное, а не прогрессивное. И связано именно с тем, что для сложного поведения, действительно, сложного физиологического поведения, нужно действительно очень большой движок для расчетов. Даже вот те опыты, когда сознание нам показывает мнимое положение, рассчитывает положение движущегося объекта, рассчитывает, где он впереди, это те же математические расчеты. И чтобы я попал пальцем вот это тоже. И когда вот на этом же движке, который рассчитывает двигательную систему, можно как-то подключиться к нему, вот каким-то образом заслать в него число. Да, вот здесь так и заслали. Вот. Именно то, что... Тогда это вполне понятно, но это эволюционное прошлое, а не будущее. Да. Вот Игорь Войлев, например, он предлагает следующую программу. Он предлагает таким возможностям обучать людей-инвалидов. Когда у человека нет ноги, этот отдел головного мозга он ему не задействовал. И вместо этого на этот отдел головного мозга ставить вот такую систему, скажем. И в результате инвалиды, несмотря на то, что они лишаются конечностей, или части органов, они будут способны вот такой ввод. Ну, слушай, ну, просто ты хочешь... Что ты хочешь сделать? Сэкономить на калькуляторах? Да, сейчас совершенно не нужно... Калькуляторы все равно дешевле. Да, и быстрее. А тут надо искать этого уникального счетчика, чтобы он тебе что-то посчитал. Это все-таки отклонение, которое... Нет, ну, другое дело, я повторяю, что ядра-то можно поставить, но... Я не понимаю, ядра поставить? Какие ядра поставить? Ну, какие-нибудь другие. Мне говорят насчет. Ну, это же вообще утопия. Слушай, все, что ты перечисляешь, это люди, которые вот сами как-то вот выродились. Да. А потом их поизучали и поняли, что у них дело так обстоит. А покажи мне такого гомункулуса, которому такое ядро инсталировали. Не было ни одного. Ни одного. Совершенно верно. Потому что... Не обучаемо совсем. То есть технологии это... Ну, это не означает, что нельзя сделать. Потому что каждый из этих уникумов, он реальный уникум. А наука может работать только когда есть повторяемость. А вот среди них повторяемость. Ну, простите. Ну, вот, например, когда-то закрепили такие особенности, вот, наверное, кукурузу, у них же отсутствует дикий предок. Когда-то вырастили ее. И вот мы с этой кукурузой живем, искусственно ее оплодотворяем и так же живем. Или просто задачу ставит, он не говорит, что узнает решение. Я не знаю задачу. Да, мы ставим вопрос, а нужна ли такая постановка задачи? Вот я сильно сомневаюсь. И потом видишь... Ну, это настоящая задача для педагогики. Вот это задача настоящая. Так вот, именно для педагогики это не должно быть задачей. Для педагогики нужно научиться социально адаптированному поведению использовать компьютеры-калькуляторы, а не чем-то выделяться из общей массы, и тем более с сомнительными способностями, которые не востребованы. Зачем травмировать человека, когда это не востребовано? Лучше научить его какой-то профессии, которую он может спокойно жить. Ну, это все, для того, чтобы быть, это уже сарказм пошел. Для того, чтобы человек мог зарабатывать деньги. Это и есть такое. Это сарказм. Это педагогика. Вот это сарказм. Нет, но помимо есть еще после педагогики, тогда есть еще антипедагогика и психология, которая может ставить под собой такие глобальные цели. Нет, ну давайте... Потому что результаты непонятно, как это может быть. Давайте как мы поймем, что есть исследовательская задача, это одна, а не другая задача. А не ставить на поток. Это уже не исследование. Нет, просто я-то имею в виду, что есть вообще задача понять, что такой человек, где его границы пролегают, что он может и так далее. Фактически, когда об этом речь идет, и Игорь это рассказывает, это фактически показывает, что на самом деле у человека есть какие-то еще огромные необозримые возможности, которые мы просто даже, может быть, в себе и не подозреваем. Может быть, они как-то у нас скрыты, подавлены в воспитании, не знаю, жизненные обстоятельства и прочее. Но у нас как бы есть потенции, раз какие-то люди это сделать могут. Я бы, кстати, здесь привел к примеру на самом деле спорт. Но есть же там бегуны, которые бегают быстрее всех, как-то прыгуны, которые высоко прыгают и прочее. Это на самом деле... Это не такое отличие. Это может быть не отличие, но это на самом деле не менее ведь удивительно, что это возможно. Да, говорят, что нас сейчас закупили молодых спортсменов из Кении и обучают их ходить на лыжи. Да, подказать. Разница между нашими способностями считать и вот этим это порядки такие запредельные, а между мной и олимпийским чемпионом ну... Два раза. Часто пролегает целая жизнь. Целая жизнь для того, чтобы возможно хоть к ним так как-то привести. Нет, там-то и дело, что если мы говорим о каких-то транс-реальных случаях, когда действительно что-то человек делает неимоверно, там левитирует или еще, ну, допустим, в кавычках, да? Это да. А когда просто ходьба или бег в два раза быстрее, чем обычно, плюс просто за счет развития ежедневных тренировок, ну, это не... Но дело же не в чудо. Да, дело состоит тоже какие-то предельные возможности. Здесь предельные возможности, это там. Да, на счет предельных возможностей это меня действительно интересовало. Почему, скажем, прошло сто лет и предельные возможности в спорте настолько изменились? Казалось бы, люди те же самые. Что изменилось? Наверное, тренировки? Нет, это на самом деле не так. Вот этот, например, рекорд, который был кубинцам-то поставлен в 70-х годах такой шкаф был побит недавно буквально. Я имею в виду начало. Вот начало прошло. Вот начало прошло. Это просто день и ночь. Да, это было 7.90 было. Сейчас уже установить мировой рекорд очень редко. По поводу лошадей. Даже рекорд лошадей побитый на новой сессии. То есть, казалось бы, лошадь-то что? Кто за прошлый век? Тут века. Возможно, просто тренировки. Дело в том, что, возможно, между нами ходят люди какие-то обладающие какие-то способности, но которые нам никак их показать-то не могут. Не могут. Эти могут показать. Они бы два числа не сложили. Нам удивительно. А у них может какие-то суперспособности, но как их визуализировать? Что они могут сделать? Они, может быть, что-то там могут. А вот девочка была рентгеном видела насквозь. Да, может, насквозь видит. Может быть, в прошлый век ваток ходит. Может быть, еще что-то делает. Какие-то пространства на седьмое небо. Но можно подумать сумасшедшее, а можно подумать, что это какая-то у нее способность. И так далее. То есть, таких вещей, сюда же можно и мистику привести, которая рассказывает о необычайных вещах, что люди летают, пронзывают пространство, время и прочее. Я не знаю, насколько... Просто, опять же, это же говорит о неких возможностях человека. Либо это иллюзия, либо это что-то такое. Реально. И, возможно, наша эволюция, в том числе и человеческого общества и организма как отдельного, она идет по пути, чтобы и такие были, уникумные. Пусть они там со всех остальных стороны уроды, но зато прорывным образом они в одном направлении зачем-то так развились. Ну, я поддерживаю Игоря только в одном пункте, что сейчас мейнстримом, конечно, считается, что человек должен пользоваться массой протезов, типа калькуляторами, там, голосовым набором и всем прочим. Это, конечно, безусловно, всего лишь протезы. Даже не факт, кстати, что этим было бы всегда пользоваться проще. Навыки, какие-то навыки устного счета, вместо того, чтобы искать гаджет, запускать на нем программу-калькулятор, считать, что там получается, часто, очень часто, конечно, достаточно простых навыков устного счета, чтобы посчитать без всех этих телодвижений, получается быстрее и эффективнее. В этом смысле, да, сейчас есть некоторый перекос. Ну, понимаешь, это как бы такие перекосы, которые, на мой взгляд, случаются, а потом выправляются. Вот, например, я еще помню времена, когда была такая доктрина педагогическая, что левша – это болезнь. Да. И левшей надо переучивать, иначе их реально переучивали, истязали. А анализм – это психологическое заболевание. Да. ну вот, ну, совершенно верно. Вот. Ну, слушайте, вот на моей памяти эта дурь педагогическая прошла. Сейчас никто, насколько я знаю, левшей не насилует. Не заставляет? А? Ну, можно так, что-нибудь сексуалисты перевести. Переучивать. Нет, давайте сначала помягче. Сначала с анонистов начнем. Вот. То есть, я к чему говорю? Да, что сейчас, как бы, произошло такое откачивание в сторону этих механических протезов. Но я думаю, что будет и обратное движение. вполне возможно. И в качестве, кстати, вот в качестве бантика к твоему сообщению по поводу того, что там запоминали, как передавали Илья Адус Одиссей, есть совершенно документальные истории о том, как, что это совершенно реально выучивать Илья Адус Одиссей. А более конкретно, всем нам известный Фридрих Ницше заканчивал школу под названием Форта. Это было очень элитное учебное заведение в Германии. И там была такая форма дедовщины в самых младших классах. Старшие ученики заставляли младших учеников выучивать наизусть Илья Аду и Одиссею. В противном случае там щелбаны, пинки, там какие-то работы А поскольку это интернат, то там деваться-то некуда вообще. Это запнутая система. Вот пока не выучишь, то ты терпишь бедствие. Выучил, все нормально. И соответственно все выучивали. Все выучивали. На греческом, а на латинском тоже? Зачем на латинском выучивать Илья Аду снисием. Ну а куда я знаю, там как бы у Ницше сейчас на латинском снисице такой. Ну, греческом. что они... Коран наизусть это вообще ожидало... Что они выучивали в качестве такого вот как бы дедовщины по латыни, я честно говоря, не помню. Но тоже наверняка из Вергилия шпалит. Наверное, это не есть нечто, что невозможно. В этом... То есть я это почему еще и вспомнил, да, что вот, конечно, запоминать страницами бессвязный набор слов это вот эти вот только уникумы могут. Окей. Но запоминать связный текст в больших объемах это тренируемая способность. То, что она почему-то сейчас вытеснена из педагогики, но раньше она была. Вот форта яркое тому свидетельство. Это была норма. Это была норма. Ничего в этом... Это можно было в себе растренировать эту способность. Вот я надеюсь, что, кстати, эти техники запоминания тоже произойдет их некоторая реинкарнация. Уже, конечно, может быть, не в таких массовых формах, как это было во времена Гомера. Там просто тупо другого варианта не было. Но мы толком и не знаем, что там было. Вот может, это тоже было весьма элитарное явление. Запомнить весь этот длинный текст. Может быть. А у нас это явным образом сохранится в таких небольших культурных нишах, как сейчас сохраняется не просто письмо рукой, а каллиграфия. Каллиграфия сейчас цветет и пахнет. На курсы каллиграфии вообще говоря, попасть довольно сложно, при том, что там деньги берут сучащихся. вот. И вот, пожалуйста, люди ходят за свои деньги, учатся, вот эти странные заколючки рисовая. Таким или сяким образом. Но это не просто не сумасшедшим. А как бы то ни было, как бы то, я только что хочу сказать, что вот эти вот навыки, они совсем не исчезнут. Они, возможно, займут свои небольшие ниши. Меньше, чем это было когда-то. Очень может быть, но они наверняка не исчезнут. И, может быть, они будут возвращены в педагогику в качестве особой, как бы сказать, особого, не знаю, стадии обучения, подготовки, что ли. В этом смысле мне, кстати, более здравой аналогией представляется все-таки спорт вот по отношению к этим уникумам. Понимаете, вот эти уникумы, во-первых, моя частная точка зрения, что это всего лишь какие-то органические травмы такие, более или менее, и в силу этого они неповторимы. Но, ну там, как вот, например, тот кубинец, который прыгнул там, улетел за горизонт, и потом никто не мог повторить его рекорд многие, многие годы. Может, там ветер был? Да, ветер был, да. Кгометра в секунду у него был практически на самом максимуме. У него был на пределе, я помню, там есть по правилам попутный ветер, и он был на грани, конечно. Если бы ветер чуть-чуть усилился, то просто его граждан не засчитали, это известное дело. Ну, понимаете, вот спорт вот этих вот совсем высоких достижений, там прыгнуть на 10 метров, конечно, это не удел каждого, но есть спорт, который вот в смысле физкультуры, он-то предписан каждому, что называется, так и тут. Устный счет не в таких, как бы, формах, но в каких-то формах, как в некоторой физкультуре, я думаю, тоже вполне себе предписан. Ну и так далее. Согласен, вот с Игорем, именно с точки зрения отношения к технике, я даже использую такое понятие, но для себя, выпадет в осадок. То есть, то, что у нас сейчас, вот как бы, еще руками мы пытаемся это делать, это в конечном итоге как-то вот уйдет куда-то в невидимую область, мы останемся жить, общаться, сочинять стихи, запоминать стихи, считать, а вот этот гаджет, он где-то будет совсем, ну, так вот, ну как, мы сейчас со столом не возимся, как с чем-то, ну, ставьте стол, стол, так это и будет, наверное, электронная начинка, кругом которой, она будет невидимая, но постоянно, как бы, доступная, как ложкой винты будем пользоваться, не обращая особо так, не превращая это в фетиш какой-то, в цель, смысл, постоянно. Насчет физических возможностей, насколько я знаю, понял, что сейчас уже человечество находится на некоторых пределах, вот в спорте, то есть сейчас уже во всех, во многих видах спорта идет уже отсчет, там не то, что на минуты, там, секунды, а уже на десятые, сотые доли секунды, и это достигается за счет вот этой особой структуры питания, вот этих, ну, конечно, естественные, так сказать, индивидуумы выбираются специальные структуры питания, ну, структура питания в этом плане, да, и тренеры, и, в принципе, это должно быть сейчас на пределе. один из моментов симулярности движения по концу социума. И результат еще такой, что сейчас вот эти спортсмены, то, что выше кандидата в мастера спорта, это все во вред здоровью, то есть это вот спросить у любого тренера, вам у нас скажет такой ответ. У вас еще какие-то пессимистические взгляды на все это, на самом деле, это же здорово, на самом деле, что у нас... оптимистический, где же пессимистический вовред, здоровью, спорт, уроды что-то перемножают, ну потому что такого было с органическими поражениями. А я-то на самом деле смотрю, мне кажется, что надо наоборот смотреть, что вот... Оптимистично всех искалечить именно таким образом. не знаю, не знаю, да, я говорю к тому, что есть некого рода возможности наши, человеческие, которые мы на самом деле на примере каких-то людей, может быть, я говорю, не очень там удачлив в жизни, мы можем их видеть. Например, я так не могу, и мне как-то удивительно, что кто-то так может. и мне как бы гордо даже за то, за человечество в том смысле, что вот мы так можем, что вот у нас такой предел есть, что можно больше, лучше и прочее. Есть куда стремиться, скажем так. Мы твою мысль же не оспариваем, да, я тоже... Нет, вот к этому стремиться нельзя. Почему нельзя? Вот к этому нельзя. Как же к этому можно стремиться? ну просто, есть ли в этом какая-то практическая необходимость? Даже если была, но стремиться к этому нельзя. Почему? Стремиться это значит поставить цель и достигнуть. Вот это нельзя, и даже сформулировать ее невозможно. Вот как можно сформулировать начало занятия для того, чтобы достигнуть вот такого счета? Нет, это конечно... А физиологическое отклонение. Вот если бы сейчас не было калькуляторов вот этих электронных, да, машинных... Не было раньше. Вот не было, да. Вот я вот в 71-м году стал работать с вычислительной техникой. Тогда она называлась счетно-перфорационная техника клавишно-вычислительная машина. И да, вот сидели, считали результаты для Кулковской обсерватории... Да нет. Ну подожди, вот сейчас минутку, ты говоришь. Ну примерно так же. Сидели на этой электроэнфицированной счетной машине и плюс таблицы Брадисса. Понятно, вы на что возражаете? Я сказал, что это не нужно. Вы доказываете, что это нужно и возможно достигнуть? Зачем мне таблицы Брадисса? И все возможно. Общественные... Сейчас нет общественной поддержки. Ну была, была раньше, 50 лет назад. И раньше ее такой... Это был индивидуальный случай для Кулковской обсерватории. как бы, больше, больше, мы все, мы пошли. Да, это не имеет смысла дальше. Вот, вот, вот. Все. Субтитры сделал DimaTorzok